В Орехово-Зуеве состоялась итоговая конференция обдустменов по правам ребенка, школ, детских садов, города и района. Такой термин уже давно присвоили уполномоченным по правам человека. На этот раз темой заседания стали результаты третьего областного конкурса творческих работ учащихся и координации работы всех ведомств для защиты прав ребенка. Эти люди гаранты прав ребенка в каждой школе и детском саду. Именно к ним обращаются со своими проблемами учащиеся учителя и родители. Институт уполномоченных по правам ребенка существует не так давно, но его эффективность доказана делами. Нина Аксенова более 40 лет работает в школе и почти половину из них социальным педагогом. В деревне ее знают как главного защитника прав ребенка, поэтому обращаются за помощью. Летом ко мне обратились жители дома номер 6 по улице, ну по Малой Дубне, где я проживаю. Они сообщили, что в квартире 33 с июля месяца в течение трех дней проживает неизвестный мальчик, 10 лет, который с утра до вечера на улице всегда один. Его родителей никто не видел. После беседы с соседями этого подъезда я нашла ребенка в поселке и привела к себе домой. В этот день за ним родители никто не пришел. От него я узнала, что мама сняла квартиру и приезжает очень поздно. Сразу же созвонила с органами опеки, с комиссией по делам несовершеннолетних. Он был передан папе, папа был в разводе, они не жили. А потом его передали бабушке, которая оформила опекунство на дне несовершеннолетним, а маму лишили родительских прав. В этом году за свою работу Нина Аксенова была отмечена на областном конкурсе уполномоченных по правам ребенка дипломом второй степени. За три года существования смотра Орехово-Зуевский район остается в лидерах. А это говорит о том, что вы хорошо работаете у себя в образовательных учреждениях и все эти конфликты, которые всегда в любой школе есть, разрешаются с вашим участием в школе. И это не выходит уже за пределы образовательного учреждения. Основным успехом своей деятельности обдусьмены считают четкую координацию действий со всеми ведомствами. В тесном контакте уполномоченные работают с прокуратурой, полицией, с органами по делам несовершеннолетних и родителями учащихся.